Слепой Не, ну правда, а зачем так врать? Водить Мурнов там значит Даааа Приветик всем Почему такая опухшая? Опухшая, да, Леночка? Ну чуть-чуть подопухла Ну я проснулась только Сейчас С косметикой все скроем Короче, косметику мне мою новую привезут Завтра сегодня мне ее не привезли Так что нужно нам подождать еще один денечек Вот У меня насмешился такой тренер До сих пор смешно Ой Куда собираешься? Меня должны пару раз сфотографировать Возле В Москву сити Пойду сфоткаюсь, короче говоря Так Так Обращать внимание на звуки У меня аквариум Продается Да я В прямом эфире говорю людям Что у меня продается аквариум Так, мне нужно быстро сделать мейк Быстро сделать мейк Какой мне мейк сделать? Какой мне сделать мейк? Я уже опаздывала везде Я тоже очень-очень-очень рада вас приветствовать на своем канале Ну что Ну что Как у кого настроение? У меня что-то какая-то легкая апатия Депрессия Даже не знаю Как будто все стоит Все замерло Серьезно Какого-то движения нет Жизненного, понимаете? Нет жизненного движения у меня сейчас То ли погода Да, у меня сейчас мокрые волосы То ли погода То ли еще что-то на меня такое действует Какого-то, вы знаете, нет драйва Обычно в моей жизни присутствует драйв А тут как будто вот Все остановилось, весь драйв куда-то ушел Какого-то нет кутеза Не то что он бухает, танцевает, веселится Нет Вот что-то каких-то у меня нет Скорости Все как-то медленно Я вот это вот больше всего не люблю Когда все медленно Скучно Непонятно Как в деревне в какой-то Я делала кератиновое выпрямление Полгода назад Но у меня волосы как и были, так и остались У вас вообще как дни проходят? У меня обычно, как бы я должна заехать туда-сюда Приехать оттуда, приехать туда Сейчас вот я проснулась Опаздываю на съемку Сама себя крашу К визажисту не поехала Ни с кем не договорилась о встрече Вот я собираюсь Куда собираюсь Куда собираюсь Что собираюсь С кем собираюсь Одному богу известно Я участвовала в программе инстаграмщицы Но я не знаю, куда выходит эта программа Вау! 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 Мам, какая ты красивая Красивая? Ленчик, я вам пиво принесла Я? Ну а пиво это же хороший напиток Аааа, это вообще кошмар Это просто штука Я хочу вас тоже Выкли? Я не в жизни Поздоровайся Здравствуйте! Мама, посмотри, какая открыта Можно я вот эту курточку сейчас так же и оденусь? Здрасьте, ребятки Спасибо, кто на меня подписался Мне очень приятно от души Да, нам очень приятно Мама, сколько у тебя уже подписчиков? Ты сейчас? У меня тут много подписчиков Для меня это так удивительно, что я... Мама это так смешит и веселит. Я прям переживаю, что я так думаю, что-то мне надо делать, выступать. На маме ответственно. Я говорю, запиши сториз. Она села, говорит, а что мне говорить? Я хотела записать, но у меня я не знаю, куда нажимать. Не получилось. Я видео прислала там. Такой тусурный классный. Можно тоже подписчиков завести? Да, конечно, у вас дочка блогер. У нас Леночка, так? Вот кто из мытьей, девчонки? У нас такая Леночка, помощница по хозяйству. Такая крутышка. Вообще, убирается? Да. Леночка, поздоровайся. Может, кто-то измыть и с девчонком. Кому-то нужна помощница. Да, поздоровайтесь, Леночка. Передайте своей дочке привет. Здравствуйте, ребята. Это Леночка. Анечке привет. Наша помощница по хозяйству. Наша красавица. Я вам как-то день встречи, я сейчас заплачу. Как это трогательно. Мам, я сильно опухшая. Мам, ты не поешь на меня на съемку «Мать и дочь»? Я даже не знала. Леночка, я вам объеду, я не буду, спасибо. Нет, так я тебя не может. Мам, я сейчас оденусь так же. Это очень красиво. Надела мою накидку, вот, применение ей нашла. Я ее купила. Покажись, мам, пожалуйста, в моей накидке. Хорошо выглядишь. Покажись. Красиво, да? Прям какая-то... Я похожа на эту. Помнишь, мы были в театре на представлении, какая-то ночная бабочка. Нет, ночная бабочка. Ну, кто же, меня, мам. Белоснежка, белоснежка такая хотела. Я сейчас... Ты можешь мне дать, пожалуйста, я что-то делаю? Забери все, доченька. Что хочешь? Раздевайся. Снимай себя. Все лучшее детям. Главное солидарность, девчонки, правильно. Леночка, да, как мы ехали. Спасибо, моя хорошая. Надо натренировать сосательные рефлексы. У меня все плохо, сердце. Так, девочек, это ваш отец? Спасибо, Жюк. Девочки. Все, ребята, мне привет передают. Анечка, привет, как делишки у тебя там? Не буду говорить, где, а то я уже боюсь лишние слова говорить. Я умная девушка, выключать некоторых. Ладно, не застегла. А я думала, ты не так сказала. Зачем мы помним? На межку. Да ну, зачем другую? Девать только надо. Да ну, на полу, на мемку. Мам, ты так хорошо выглядишь в этой вуалье. Мама, у тебя бомба, все пишут. Бомбочка? Моя мамочка бомба. Бомбита. Спасибо, девчонки. Мама теперь блогер, она будет вести свой прямой эфир, когда наберется 5000 человек. Когда я сейчас научусь, я буду вести. Нет, ну тебя же нужна аудитория, чтобы не только я тебя смотрела, а еще люди. А да? Конечно. Бартия у нас будет, она тоже говорит, давай, давай, Мамка. Эх, тряхнешь стариной бичом. Мы даже сейчас нарезную тряхнем. Так, а как вот это все получается с нищим? Сможем, ты умерла. Ой, Аня, я тебе даже немножко завидую. Ну, у меня и мы, конечно, грязь. Очень классный получился. Косметика приходит, ребятки, завтра. Завтра, не успели мы сегодня. Нет, эфир только зашла. Опять сегодня послана была. Такова наша женская блинучесть. Видишь, она кто-то посылает. Ну и забиваешься. Скоро вернешься домой тусить пойдешь. Нет, так, поднимайте его. Да, вы это понимаете. Давайте вы это поднимите, значит, что не знает. Вот за задом. Зачем тебе это надо? Тоже связываешься? О, все, я понимаю. Тихо, тихо, тихо. Берем, берем, берем. А, подожди, а там это что такое? Увидела твой маникюр, повторила? Да. И не только вы, много кто повторяет. Потому что там все это приятно. Почему делаешь одинаковый макияж? А вы, наверное, каждый день делаете разный мэйс. Держим, держим, держим. Нет, вчерашний фильм был отвратительный. Я его не поняла вообще. Я просидела, блин, проугаралась под рукой. Мама надо тоже сюда. Вот так, мне перевернут, на две дня открыты. Потом мы пошли в кальян. Лучше на полчим, ага. Да, я люблю готовить. Да, мне не видно, доченька? Нет. Мама, если бы тебя сейчас увидели, у тебя сразу было бы 10 тысяч подписчиков. Моментально. Ой, я узнала бы, это засада такая. Леночка, ну вы должны были выручить нашу семью. Мы бы никогда ничего не сделали. Он бы вот так стоял, мертвым грузом в воде. Мэри, почему не меняешь? Не меняешь макияж, потому что мне уже надо вообще выйти из дома, а я еще в прямом уфе. Но сейчас я выхожу, уже скоро. У меня сейчас нет временной эксперименты. Какие можно сделать фиолетовые блестки внизу, чтобы изменить свой мейк? Я его изменю, когда мне привезут новую косметику. Я же не виновата, что у меня один набор, а сейчас только косметики. Завтра у меня будет целый пакет, ящик новой косметички, поэтому все будет, друзья мои. Будет и новый мейк, и мейк с цветными стрелками, я думаю, есть. Я сейчас милочка дам. Нет, я же вам должна, сейчас за рыбок. Так. Я за рыбок вам должна. Тогда я вам даю 400, которые вы ездили, и сейчас я вам положу вот на это. Спасибо. Какое-то я спрошу, спасибо. Какие идеи, спасибо. Боленькие, да. Нашла ключи. Всем привет. Алиси его от почты, потому что было написано, что 22 квартира. Угу. От почты, да. А в пакете они были? Ты же говорила сегодня. Ну, это зависит не от меня. Мне сказали, что сегодня, но не получилось. А что там у Лизы три эндофилии не получилась? Что-то она расстроенная какая-то. Не знаю, мам, расскажи мне. Я не везде. Так. Ленчик, ничего, я нахожу. В первую очередь вам. Мам, почему? Ты не можешь тоже со мной поехать? В полшестого поехали? Нет, я же заранее обещал приглашать. Потому что мне, я не в ресторан. Я же говорю, мы в ресторан. Я тебе вчера говорила, что будет съемка. Поехали со мной. Диктуй. Диктуй. Сейчас, я буду. Что? У меня скоро день рождения. Нам знаешь, что нужно сделать? Мам, у меня 3 августа днюха будет. Ну, уже скоро очень. Я тебя предупрежу заранее, если что. Если я сама не забуду. И что ты будешь делать? Нам нужно сделать фотосъемку мать и дочь. А что там будет? Ну, мы будем строить счастливую семью из себя. Такие, аааа, на фотках. Давай. Как тебе мое предложение? Очень хорошо. Я похудею. Ну, вот, начинаю худеть прямо сейчас. Прямо с этой секунды. Потому что я договорюсь о съемке. Через неделю уже будем снимать. Через неделю снимаем, чтобы фотографии были готовы к моей днюхе. Распечатаем и положишься в паспорт. Как так же сделать? Ну, ладно, это я переборщила. Поехали. А, нет, мне надо на номер. На номер телефона. Мобильная связь. У вас какая середина? Да. Так, три, два, два. Давай, поехали. Ты скрываешь, что там? Семь, восемь, девять, девять. Да, убийство человека. Семь, восемь, один. Семь, восемь, один. Ноль, пять. Пять, три. Пять. Что-то на меня обзываются. Мам, где разберись? А почему обживаются? Обживаются. А на меня вообще хвалят, меня говорят, какая я хорошая. Мне так приятно. Если мне кто-то что-то плохо скажет, я удалюсь. Люди от незнания просто, на самом деле, Эля, от зависти, я так полагаю. Потому что не знают... Ты удалишься, да, мам? Если меня начнут, то я буду обживаться. Да, я буду удаляться. Я не могу вынести, когда у меня нет. Плохо говорят. Люди со своим негативом, пускай сами идут по своим туалетам. Я так скажу. Элечка, привет. Привет, моя хорошая. Как дела у тебя? Скрывает у нее пятеро детей и трое внуков. У меня. У тебя? Да. Хорошая, кстати, шутка, супер. Ой, господи. Скажите, пожалуйста, это не странно, что я вот так надела кольца на себя? Типа все лучшее сразу. Конечно, это странно. Это странно? Ну, я вся в мать. Я так не знаю. Мам, ты тоже так можешь одеться. Раньше ты так любила вообще. И цветочек, и розочка. Сейчас ты стала по-другому одеваться. А раньше помнишь, у тебя был цветочек дяденька здесь висит? Здесь какой-то с Японии талисманчик. Здесь еще что-то на сумочке. В голове цветы. В голове цветы. Это часто изменилось. Я всегда была девушка весна. Да. Обед ешьте? Это мне так? Да, это вам обед так. У нас не обращаешь внимания. Вышла в эфир. Давайте я обращу внимание. Тетя, привет тебе племянники передают. А у меня нет племянников. У меня есть только сестры и братья. А, Элина считается моим племянником. Да. Привет, родственники. Правда, меня смотрят родственники, но я даже не знаю. Я этого не вижу. Я тоже козерог. Пусть мама посоветует. Эль, напиши еще раз вопрос. А что про козерога? Я все знаю про козерога. Что спросить? Эль, еще раз. Скажи про козерога. Ты хоть смотрите впереди, читай, что не обращай внимания. Либо любви, что-то сделает. Фу, что-то заводняло. Чем это? Это картошку Елене купила. А, какие талисманы, рубины? Ну и что, топазы? А, козерогу, талисманы? Да. Какие там камни ваши? А талисман выбирается, на какое ей сердце тянет камень? Потому что она может быть козерог, а луна у нее в другом знаке. Да. Скажи, если вы нам попробуете, она должна по сперте, какое ей сердце? Вот на каком? А меня вот к топазу тянет? Может, потому что она просто красивая? Нет, нет. Это так тянет человек. Меня прям тянет к топазу. Я хочу, мне даже предложила, предложил один ювелирный магазин посотрудничать. Они мне сказали выбрать украшение. Хорошо, что я вспомнила, надо им написать. Я захотела сережки с топазом. Меня тянет к топазу. Хотя это считается полудрагоценный камень. Я вот девушку спроси, к какому камню ее тянет? К какому камню? Девушку, к какому камню тянет? Эй, к козерогу, к какому камню тянет? У меня к женщинам тянет. Заходи в мой прямой эфир, пиши там. Я сейчас занята, у меня дела, деловая нашлась. Заходи, пиши, вот такая вот. Кстати, это правда, мне кажется, к какому камню тянет? Да, надо посмотреть камень, к которому тянет. Лен, вас к какому камню тянет? К Каземруду и все. Да? Вот только этот, значит, камень на тормах. Потому что это... Утопаю его зелень. В каком? Изумруд. А, изумруд? Зелень прям вообще там гладит. Да? А видишь, я спокойно. Это девушка козерога. Ну, изумруд, я чего-то куда-то дожить надо. Нет, я спокойно. Про скорпионов. Так, началась опять беседа про знаки зодиака. Ну, давайте поговорим, если вы так хотите. Всегда надо знать, где у вас луна. Луна. Это то, что ваше подсознание такое, внутреннее ваше. Так, я вам пополню. Смотрите, девчонки. Ты бежишь со мной, как будто от гепарда. Почему каждый раз про знаки зодиаки спрашиваете? Я не знаю, как будто я астролог. Все я могу вам сказать то же самое, что написано в сафари. Просят меня рассказать про скорпионов, про дев, про козерогов, про еще кого-то. Как узнать, где луна? Вам нужно свою натальную карту распечатать. Забить, скажи, в программе. Вам нужно знать широту и долготу месторождения. Не широту и долготу, а просто время рождения. И время рождения. И широту и долготу, мам. Вообще-то тоже. Ты бежишь с Сахалинской области, например. Бежишь на... Там все записано. Там уже сама выйдет что-то. И знаете... Луна в тельце. Ой, это самая богатая. В душе это богатый человек. Девочки, у кого луна в тельце, это люди, которые любят очень роскость, шик. Такое все красивое, дорогое, изысканное. Настоящее. Не фейковое. А поэтому надо покупать самое дорогое на себя одевать. Наверное, если луна в тельце, это тельцовские камни. Я не могу почему-то. У меня какая-то... Это картошка. На эту картошку у меня что-то прям какой-то... Я поняла. Что-то для меня не душу. Нет, ешьте, ешьте, Леночка, ешьте. Я просто что-то не знаю. Просто она пахнет картошкой этими. Котлетой она пахнет. Котлета. С колокой, короче. А мне ты не принесла поесть. Потому что ты пойдешь и поешь горячее. Я тебе не принесла специально. Потому что я знала, что Лена работает, и ей нужно... А я тоже, блин, мать. Нет, вы ешьте, ешьте. Мне просто было интересно, как мама справляется со своими обязанностями. Налепила ли она мне с утра блинов. Хотела проверить человека. Да не только получается, мама такая. Я тоже, блин, сижу, блядю. Деньше, прекращайте. От этого запаха ее рвет. А вы еще хотите... Нет, меня рвет от этого запаха. Я в любом случае не буду есть. Мне просто было интересно, как мама... Материнские инстинкты. Материнские инстинкты. Нет, вчера мама молодец. Налепила мне баклажанов. Ммм, нажарила. Нажарила. Помни вчера. Помни вчера. Это мы так шутим. Вы не переживайте. Это шутки. Основное, что это юмор. А что ребята пишут там? Не, я вам говорю, мам, тебе и Леночке, чтобы никто не переживал. Размечать, что это юмор. Мы просто немножко переживаем. Нет, не надо. Да прекращайте даже. Все про знаки зодиаков. Мы же закроем эту тему. Почему? Я потом буду выходить в эфир и рассказывать. Вот подписывайтесь на маму. Она будет в эфир выходить и рассказывать об этом. Потому что моя мама учится на астролога. Называй меня Снежана Кулешова. Снежана Кулешова. Ты мама, мама. Я забываю. Снежана Кулешова. Тогда меня, мам, тоже называй. Ой, Снежана Кулешова. Тогда меня называй. Это тяжело. Называй меня, я не знаю, тоже как-то по-особенному. Снежана Кулешова будет выходить в прямой эфир и рассказывать там про астрологию. Давайте это не на моей страничке делать, потому что... Тонкостей очень много будет. Во-первых, нужно много тонкостей вносить. Не вносить, а я знаю. Мама знает, а я не знаю. Снежана Витальевна знает, а я не знаю. В каждом деле должен быть свой специалист. Да. Да, мне чего есть, наверное. Она мне нужна побеседовать. Вот пишите ей в директ. У нее теперь есть своя страничка. Общайтесь. Что хотите, то и делайте. Беседуйте, дружите. Я еще привыкаю пока к людям. Потом я привыкла, и буду вообще хорошо дружить. Да. Астрология, конечно, это мощно. Да, это древняя наука. Я всем предлагаю. Когда мама зайдет в эфир? Скажи, сейчас похорошеет? Сейчас она похорошеет. Пройдет полгода. Полгода она регистрировалась. В инстаграме. Полгода она будет приходить в себя. Что она там есть? Нет, полгода я вспоминала пароль. Полгода пароль вспоминала от своего инстаграма. В общем, через год, ребят, встретитесь. Вот. В губы я еще 0,5 буду делать. Еще 0,5. Спасибо, прошу, не мальчик. Спасибо большое. Леди кушает? Да. Я пошла купаться и собираться тратил. У меня тоже два пара. Люди пишут, я не доживу. Ты нужна здесь и сейчас. Мам. Я скажу, буду скоро выходить. Может, потом подготовлюсь? Сообщу всем. Мама сообщит. Ждите. Ой, как это все долго. О, доктор Дик. Надо 0,5. Надо 0,5 еще сделать. Потому что я увидела свои прямые эфиры, когда мне только сделали, когда они у меня на следующий день опухшие были. Это было так красиво. Это было так красиво. Лилит сделала на coolmary.fun мои нарезки. И там у меня были такие пухлые губы. Это было так красиво. Я уже скучаю по ним. Немножечко, чуть-чуть. Слушайте, 0,5 в губы. Это что, неестественность, ребят? Ну, давайте не будем. Я естественная. Я же не делаю себе нос, кулы, там, грудь. Еще какие-то. Чуть-чуть, пару уколов в губы. Это вполне естественно. Я за натуральный объем. Да, нижняя губа у меня меньше. Вот как раз. Как это достать? Итак, значит, я пошла. Вот, давай. Вот, доктор Дик пишет. Это всего лишь гиалуронка. Тем более, у Мэри были очень даже хорошие пухляшки. Вот именно. Вам всем они понравились. Просто вы чуть-чуть... Вам всем понравились мои пухляшки. Сейчас почему-то вы опять пишите, что не надо. Но я сделаю, вам понравится. Я не сумасшедшая. Я буду делать все... Все грамотно. В общем, вот. Я считаю, что маме даже нужно еще сделать. У нее мало. Маме бы я вообще вколола в одну губу целые шприцы во вторую. Ага, ты маме это сделала. Что, мам? Ну, как тебе себя давать, что ты маму бы исправила? Нет, я бы подкачала губы тебе. Ты и так красивая, но я бы подкачала. Что плохого? Вам не стыдно обзываться на меня прямыми. Я, Мария Георгиевна. Я, Мария Георгиевна. Калюшова Мария Георгиевна. Звучит красиво. Всем привет. Значит так. Когда приедут деловые линии, когда начнется процесс, я и скажу, что маме не принадлежит на бабушку. Так. Блин, я столько писала и меня выкинула. Доктор Дик, давай еще раз. Что, что ты пишешь, это очень важно. Всем это нужно знать. Почему для вас так важно, чье у меня отчество, как меня зовут, ой, как у меня отчество, чье это? Свои подробности я не хочу посвящать ей. Это так важно. Красивая? Красивая, женственная, да? Спасибо большое. Так, сейчас. 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 Меня оскорбляют? Кто меня оскорбляет? Что за негодяи? Зачем вы это делаете? Ресниц нет уже, все. Я их выдернула. Мне не нравится эта помада. У меня сейчас с помадами какие-то проблемы. Мне не нравятся такие у меня помады. Блеск я потеряла. Сколько стоит делать губы? Напишите доктору Дико, она вам скажет. Она лезет риандофили, где тоже там что-то делала. Красиво вот так? Не пойму, красивая эта помада или некрасивая? Как вы считаете? У тебя очень странная форма ног. Какая кривенькая. У нас холодно. Ладно, ребятки, все. Мне уже нужно выходить из дома. Я вас целую. Обнимаю. Сейчас буду одеваться. Даже не знаю, что. А, мамину вуаль. Ну, это моя вуаль вообще. Кто-то говорит, что меня обзывают. Я вообще не вижу, что меня сейчас обзывали. Меня никто не обзывает. Это очень приятно. Не знаю, мне кажется, на моем лице чего-то не хватает. Чего? Черного карандаша, как всегда. Или чего мне не хватает? Я реально не понимаю. Получилось, Линчик? Хорошо. Ага. Так, что-то, сколько еще я вам оставила? Шестово. 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 Такое ощущение, как будто я тут у нее... Подождите, подождите, она не смотрит мои прямые эфиры? А то там уже все слышно. Кто-то слышит. Она не смотрит мои прямые эфиры? Друг смотрит. По-любому все смотрят. У нас тут подписчиков, у сигаретов нет. Кто-то меня не показывает, пожалуйста, я не вырежу. Я сделаю воздействие, не пойду. Так мне тоже не нравится. Ой, что мне делать с цветом губ? Ладно. Нет хайлайтера в уголках глаз. Ну-ка сейчас посмотрим. Я немножко. Нет хайлайтера. Всё, ладно. мне вот этот цвет вообще губ не нравится мне нужно просто прозрачный блеск а его нигде нет не идет же и сейчас только прозрачный мама тебя есть прозрачный блеск а у кого есть короче пошла я куплю прозрачный блеск все друзья вопросов очень много но мне нужно идти 500 человек на связи но я сейчас это мне просто нужно бежать нет никакой нормальной помады точнее мне нужно прозрачный блеск у него нет мои зайчики скоро увидимся